Друзья мои, сегодня я расскажу вам две истории. В первом сюжете мы рассмотрим одну из худших военных катастроф на Украине, в которой они понесли огромные потери, бессмысленно удерживая позиции. И, наконец, только что покинули свои позиции. Теперь всё пропало, всё было напрасно. Единственное, что сейчас слышат эти украинские солдаты, это победные выгляки противника вдали. Буду честен, украинцы выбрали не самую простую локацию для своего наступления. Чтобы попасть в это место, надо пересечь реку, и оно покрыто болотами. В таком месте не получится даже окопаться. Второй сюжет. Российские войска находятся в процессе окружения города-крепости Угледар. Целые отряды наводняют восточный фланг и штурмуют украинские окопные бастионы один за другим. Российские колонны бронетехники сейчас в двух километрах от того, чтобы перерезать эту важнейшую линию снабжения, связывающую Угледар с Константиновкой. Давайте начнем с первого сюжета. Украинская военная катастрофа. Я говорю так, потому что в данном случае у нас есть одно из первых официальных сообщений об украинских жертвах. И позвольте мне сказать вам, это ужасает. Реально. Ужасает. Мы буквально говорим о тысячах жертв при нулевом выигрыше. Помните деревню Крынки? Это поселок в Херсонской области, расположенный на левом берегу Днепра. Начиная с конца октября 2023-го, украинское командование поставило задачу 37-й и 38-й бригадам морской пехоты переправиться через реку и создать плацдарм здесь, в Крынках. Чтобы избежать обнаружения, они сделали это на небольших надувных катерах. Некоторые говорят, что в случае успеха эта операция могла открыть дорогу в Крым. Однако, если посмотрим на это с другой точки зрения, то после полного провала украинского летнего наступления, битва при Крымках стала новым центром внимания украинского правительства. Что заставило многих подумать, что это был всего лишь очередной пиар-ход. Чтобы показать, что Украина все еще побеждает. И, конечно, из-за этого основные СМИ оправдывали эту операцию. Например, вот что пишет Форбс. Битва за Крымки — это не самоубийство. Это война на истощение. Реальность была совсем другой. Семь месяцев назад, в середине декабря 2023-го, я опубликовал следующее видео. Украинские морпехи разгромлены при переправе через реку. К середине ноября российский штаб, вероятно, приказал некоторым своим войскам отойти на вторую линию обороны, чтобы перегруппироваться и позволить артиллерии выполнять свою работу. Примерно 300 украинских морпехов удерживали плацдарм в Крымках, но они терпели от 10 до 20 потерь в день. Все подкрепления, которые они получили, не помогли им расширить плацдарм, а просто заменяли потери. Как вы можете представить, украинским войскам было особенно трудно отправлять раненых в тыл под огнем противника. Однако к 10 декабря украинские войска все еще удерживали оборону в Крымках. Но вопрос в том, с какой целью. Что ж, в результате произошло следующее. Украина продолжала посылать волну за волной своих элитных морпехов прямо в мясорубку. Сами солдаты говорили об этом, что задача сохранения этих позиций стала для многих билетом в один конец. И имейте в виду, что это были одни из лучших солдат Украины. Их принесли в жертву ради пиара. Просто чтобы показать, что Украина все еще способна проводить наступательные операции. Помните эту декабрьскую статью, в которой BBC брала интервью у украинских морпехов? Они сказали, никто не знает наших целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имеет скорее политическое, чем военное значение. Но мы просто делали свою работу и не вдавались в стратегию. Украина продолжала переправлять взводы через реку только для того, чтобы их уничтожала российская артиллерия. А затем последовали бесчисленные авиаудары с применением ФАП-500. Со своей стороны русские предприняли ряд контратак. Их часто встречали FPV-дроны и огонь артиллерии, которые уничтожали российские колонны и стоили им десятков единиц бронетехники. Многие с российской стороны спрашивали, почему бы не начать масштабное наступление и не отбросить украинцев раз и навсегда. И да, вот что на это ответил Путин. Я где-то какое-то время назад НГШ сказал, не спешите их оттуда выдавливать. Тут прям скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. В конце концов, относительно Крынок, русские решили не наступать и просто бомбить украинцев с расстояния. Они это делали, пока все здания в Крынках не были разрушены. В конце концов, украинским морпехам стало негде прятаться, так как все вокруг превратилось в руины. Они могли перегруппироваться только в некоторых подвалах. В начале января немецкое информационное агентство ВЭЛД поставило под сомнение цель операции в Крынках. Они поговорили с украинскими солдатами, которые жаловались на то, что их посылают в мясорубку. Буквально, как мясо. Украинская мясорубка. Беспощадный огонь. Огромные потери. Несмотря на критическую ситуацию, 15 апреля этот популярный проукраинский телеграм-канал сообщил. Крынки твердо и четко. Вооруженные силы Украины расширили плацдарм, позиции противника сданы без боя. Десантная операция по расширению плацдарма на восточном берегу Днепра продолжалась с середины октября 2023 по июль 2024. Согласно карте проукраинской организации Deep State UA, последние морпехи, удерживавшие Крынки, покинули село 17 июля. И к 18 числу русские захватили поселение. На этом история могла бы закончиться, однако на этот раз мы получили данные о пострадавших, и выглядит все плохо. Гораздо хуже, чем я думал. А, да, я забыл. Добро пожаловать на канал History Legends. Вот последние новости о российско-украинской войне. Если вы новичок на этом канале, поставьте лайк и подпишитесь. Как вы знаете, на некоторых из моих роликов была ограничена или отключена монетизация. Загляните ко мне на Patreon или Paypal. Ссылка в описании ниже. Спасибо всем, кто уже помог, и добро пожаловать в штаб-квартиру. Украинские СМИ «Слидство.Инфо» опубликовало следующую статью «Я видел ад и назвал его Крынки». Бойцы, которые удерживали деревню на левом берегу, и пропали. И если вы сомневаетесь в достоверности их репортажей, это крайне проукраинское издание. Каждая статья снабжена хэштегом «военные преступления России». Статья стала резонансной, потому что они решили затронуть самую запретную тему этой войны. Потери. Украинские потери. Вот, например, 24-летний строитель Василь. Позывной «Фартовый». Он воевал в составе 505-го батальона 37-й бригады морской пехоты. Он пробыл в Крынках 72 дня, со 2 декабря 2023-го по 14 февраля 2024-го. Он сказал, что с того момента, как он оказался в деревне, он постоянно был под огнем российской артиллерии. Василь сказал, русские справа, русские слева, русские впереди, а позади — вода. Некуда бежать, негде спрятаться, некуда маневрировать, ты всегда под прицелом. Переправлять войска — одно дело, а снабжать их — совсем другое. Это был кошмар. Теоретически, расстояние, которое нужно было преодолеть, составляло 2,5 километра. Однако на самом деле украинцам приходилось переправляться через Днепр под огнем противника, а затем идти вброд по болотам, чтобы добраться до Крынок. Множество лодок попадали под удары FPV-дронов и артиллерии. Поэтому временами подкрепления и припасы приходилось переправлять пешком через болото, по колено в воде. Обычно смена длилась 3-4 дня, но наш мальчик Василь пробыл там 72 дня. Его не заменяли, потому что в приоритете были раненые солдаты. И чтобы избежать дронов противника, многие такие операции приходилось проводить ночью. Нехватка лодок привела к тому, что многим раненым приходилось по несколько суток лежать в агонии. Василь сказал, у нас был очень опытный врач. Он пытался стабилизировать раненых. Его звали Игорь Шеремет. Он спас бесчисленное множество жизней, пока не погиб, отравившись газом. Он числился пропавшим без вести, поскольку его тело невозможно было достать с левого берега Днепра. Число жертв среди украинцев продолжало расти, и многие семьи начали публиковать фотографии своих пропавших родственников, которых отправили в Крынки. В статье сообщается, что в чатах в Вайбере можно было найти сотни людей, которые искали родственников, сражавшихся в Крынках. В основном это матери, спрашивающие о своих сыновьях. Честно говоря, читать все это было... трудно. Было нелегко. Вот, Олег Кучерюк, 24-летний электрик из Волыни. Он женился год назад. Он служил в 88-м батальоне 35-й бригады морской пехоты. В апреле он позвонил матери и сказал, «Мама, я не хочу ничего говорить, но, возможно, я не вернусь». Он пропал без вести 19 мая. Когда он перестал выходить на связь, его мать обратилась к командирам его подразделения. Они ответили, что Олег останется в Крынках навсегда, потому что им не удалось вернуть его тело. Таких сюжетов много, так что давайте уделим минутку-другую тому, чтобы почтить погибших поименно. Анастасия из Николаева ищет своего 33-летнего младшего брата Олега Костова. Как и многие другие патриотично настроенные украинцы, он пошел добровольцем на фронт в марте 2022-го. Он присоединился к 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты в качестве снайпера. Его сестра говорит, 16 апреля он позвонил и сказал, что у него будет боевой выход на левый берег Днепра, и что он перезвонит через три дня, но он так и не позвонил. Олег был официально объявлен пропавшим без вести 26 апреля. Анастасия продолжает. Знакомые военные сказали, что видели Олега лежащим там, а потом тело исчезло. Тела двух других ребят, которые были с ним, эвакуировали и захоронили. Но не Олега. Евгений Смольский, позывной Сморф. Ему было 23 года, и он работал в Польше. Но из-за российского вторжения он вернулся на Украину, и 28 февраля 22-го года поступил на военную службу. Поскольку в Польше он работал на машине скорой помощи, он стал военным медиком. Он был ранен в Маринке, получив контузию, но в конечном итоге вернулся на фронт. В последний раз Евгений звонил своей маме 9 апреля. Хотя его телефон был выключен, на протяжении нескольких недель она постоянно получала известие о своем сыне от его командиров или товарищей. Вплоть до 17 июня, когда пришло официальное письмо о том, что он пропал без вести. На Украине больше нет таких добровольцев, готовых на самоубийственные миссии. Представьте, что будет с призывниками, которых насильно затаскивают в фургоны и отправляют в окопы. Можем почитать, что эти матери и жены говорят о своих пропавших родных. Вот 20-летний Николай Дмитрук. 20 июня он был отправлен на задание в направлении Крынок. 21 числа он и его группа перестали выходить на связь. Может кто-то видел его или располагает какой-либо информацией. Пожалуйста, дайте мне знать. Максим, позывной Хомяк. Пропал без вести в декабре 2023-го в составе 126-й бригады территориальной обороны. Бардар, 18-й батальон 35-й бригады морской пехоты. Пропал без вести 21 апреля в Крынках. Эта женщина спрашивает о своем муже, Викторе Белом, который пропал без вести в июне. Она пишет. Возможно, кто-то был с ним и кто-то что-то знает. Пожалуйста, дайте мне знать. Поваляев Иван, 83-го года рождения. Пропал без вести 31 мая 2024-го года. Этот человек разыскивает своего 49-летнего брата Александра. В тексте говорится, что он пропал без вести 11 июня 2024-го в Херсонской области. Может кто-то его видел. Евгений. Его разыскивают мать и жена. В тексте говорится, что он гранатометчик в 1-м батальоне 38-й бригады морской пехоты. Богдан Казак пропал в районе Крынок. Максим пропал без вести 5 июня 2024-го года. Список можно продолжать и продолжать. Я хочу, чтобы вы понимали, что это лишь малая часть всех тех, кто числится пропавшими. В конце концов, украинские журналисты получили доступ к отчетам о жертвах. Тела 262 украинских солдат смогли вернуть и похоронить. Тем временем, еще 788 человек числятся пропавшими без вести в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го. 262 погибших плюс 788 пропавших без вести. Это примерно 1050 погибших ради удержания руин деревни на берегу Днепра. Это была настоящая мясорубка, и это никак не повлияло на стратегическую обстановку. С первого же дня они знали, что у них недостаточно сил, чтобы создать устойчивый плацдарм для продвижения к Крыму. Они знали это. Предполагалось разместить здесь несколько бригад, а не отдельные роты. У нас просто не хватает людей. Столь небольшая оперативная группа никак не могла бы выполнить ту масштабную миссию, о которой говорили СМИ. Этих ребят буквально принесли в жертву. Вдобавок ко всему, учитывая, что на каждого убитого приходится по два тяжелораненых, можно добавить к списку еще 2100 солдат, которые не смогут вернуться на передовую. Таким образом, мы можем смело говорить о 3000 потерь убитыми или ранеными. 3000 невосполнимых потерь. Это равносильно исчезновению целой бригады морской пехоты. Ее больше нет. И все это ради очередного долбанного пиар-хода. Какая трагедия. Затем я также хотел рассказать вам о ситуации в Угледаре. Этот город-крепость расположен на Южном Донецком фронте между Запорожским фронтом и Красногоровкой. Такой была линия фронта 1 января 2024. А это она сейчас, спустя 7 месяцев. Русские совсем не торопятся, знаю. Но тем не менее, это неплохой прогресс для второстепенного фронта. Напомню, что российская армия заняла Новомихайловку 28 апреля. Фермерский поселок Победа 4 июня. И нам известно, что в тот же день они также заняли большую часть села Поросковьевка. Интересный факт. Мы знаем об этом, потому что при переправе через этот ручей на западной окраине деревни потерпел крушение российский военный транспорт 4 июня. С точки зрения ландшафта, линия фронта в этом секторе чрезвычайно ровная. По сути, это просто поля и лесополосы. Укрыться почти негде, поэтому российской армии очень трудно собрать бронетехнику для удара так, чтобы их не заметили за несколько километров. Например, у этой колонны из четырех бронированных машин, оснащенных клетками и маскировочными сетями, не было другого выбора, кроме как продвигаться по открытому полю. Но взгляните на количество воронок от снарядов вокруг них. В конце концов, атака провалилась, так как две БМП были поражены прямыми попаданиями украинской артиллерии. Надо отметить, что бронемашины необходимы, чтобы совершать такие вылазки на несколько километров за раз. Также важно помнить, что если эти транспортные средства становятся мишенью, в большинстве случаев пехотинцы, находящиеся внутри, могут выйти из машины через задний люк. Как только их заберут и отправят обратно в тыл, они могут сразу же пересесть в новую БМП и вернуться на передовую. Если же атака проходит успешно, солдаты высаживаются из своих БМП прямо рядом с лесополосой, где они затем приступают к зачистке украинских позиций одной из-за другой. Затем это место будет использовано в качестве новой опорной точки для следующего штурма. На такой равнинной открытой местности мины также представляют большую проблему для атакующих. Например, 2 июня мы видим, как впереди идет танк, оснащенный противоминным катком и клеткой для защиты от беспилотников. Танк обходит эту груду обгоревшего металла и натыкается левой стороной на мину в том же месте, где ранее были уничтожены две другие бронемашины. Далее мы видим, как 8 солдат быстро спрыгивают с танка, что означает, что они не пострадали. Затем солдаты перегруппировываются с отрядом позади них и занимают позиции в лесополосе. В начале июня оперативная цель российской армии в этом секторе состояла в уничтожении 6-километрового выступа к северу от Владимировки. После непрерывных обстрелов украинские войска были вынуждены отступить со своих позиций. 22 июня они отступили на 2-3 километра, а затем были вынуждены отступить еще на 2 километра 2 июля. 17 июля украинцы опубликовали это видео, на котором они обстреливают российскую БМП. Оно геолокировано вот здесь, на карте. Это означает, что российскому разведывательному подразделению удалось добраться до главной дороги. Конечно, бронетранспортер был уничтожен, и это не означает, что русские полностью контролируют этот район. Но то, когда эта критически важная дорога снабжения перейдет под контроль русских, лишь вопрос времени. На тактическом уровне Украина все еще сможет использовать более узкие дороги или отправлять припасы через поле. Однако с оперативной точки зрения все станет намного сложнее. Не получится эффективно снабжать тысячи солдат, используя только небольшие фургоны и квадроциклы. Следующим шагом будет штурм дороги О-532 и захват населенного пункта Водяное. Если российская армия перебросит в этот сектор достаточно резервов, с этой центральной позиции они смогут продвинуться на юг к Углидару. Первым препятствием, которое им предстоит преодолеть, станет эта горнодобывающая промышленная зона, через которую им придется прорываться, включая эти два огромных террикона. Только тогда они смогут попытаться проникнуть в Углидар с тыла. И, возможно, с фронта. Вариант 2. Русские поступят примерно так же, как в случае с Новомихайловкой. Они могут продвинуться на север и окружить Константиновку с юга по всей ее протяженности. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на верхнюю часть карты. К северу от Константиновки расположены многочисленные укрепления и бастионы из окопов, продвижение по которым потребует много времени и жертв. Так что атака с юга была бы проще, она могла бы сочетаться с лобовой атакой, чтобы сковать украинские силы внутри населенного пункта. Именно это они пытались сделать изначально, 4 июня, когда бронеколонна российского 57-го полка была поражена на подступе к Константиновке. Они попали под огонь и понесли большие потери. Теперь, как вы можете видеть на экране, каждой российской атаке предшествует интенсивная артподготовка. Однако этого очевидно недостаточно, потому что 29 июня они предприняли еще одну попытку наступления в этом направлении. В очередной раз наступление было остановлено, и они не смогли закрепиться внутри поселения. В целом, на южном Донецком направлении российская армия начинает полномасштабное наступление. Через пару недель мы можем увидеть, как русские контролируют всю дорогу О-532 между Водяным и Победой, продвигаясь вперед и обходя украинские позиции с флангов на 15-километровом фронте. Это все, что у меня есть для вас на сегодня. Дайте мне знать в комментариях, что вы думаете о моем анализе. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь. А если хотите поддержать канал, зайдите на мой Patreon и Paypal. Ссылка находится в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!